Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, добро пожаловать снова на мой канал. Вы знаете, я сегодня решила возобновить и внести одновременно, да, некую новую рубрику на канале. Насколько вы помните или, может быть, уже не помните, у меня есть плейлист, который называется «Субботние посиделки». Я придумала его еще, будучи в своем уединительном творческом отпуске в Костроме. И на сегодняшний момент там всего лишь 4 ролика, то есть мы просто собираемся с вами рано утром, пьем кофе, обсуждаем какие-то последние новости, общаемся по душам. То есть такая, друзья, вот тут у меня Люся, он просто грызет косточку, я надеюсь, не очень громко слышно. Но я его не выгоню из комнаты, потому что мне с ним приятно снимать. Так вот, и мне хочется, вы знаете, сделать еще одну интересную рубрику по типу «Субботних посиделок». Кстати, завтра суббота, поэтому, скорее всего, я буду снимать «Субботние посиделки». Сделать вот такой плейлист. Не знаю пока, как конкретно я его назову, но я буду брать свой ежедневник и, например, зачитывать какие-нибудь отрывки из своих вот этих записей. Они совершенно могут быть разные и литературные, и философские, и просто какие-то психологические мои заметки. Ну, естественно, это те записи, которые я смело могу в мир, в мир, да, то есть на какую-то общую аудиторию транслировать. То есть мне, как бы, ну, я делаю, да, этот выбор, и я прекрасно понимаю, что эти дневниковые записи попадут в интернет, а все, что попадает в интернет, остается там. Это мы, конечно же, знаем. Вот, но мне хочется сделать что-то такое уютное, приятное и очень открытое, искреннее. То есть потому что в этом ежедневнике я действительно пишу все то, что меня волнует. И главный посыл, наверное, будет в том, что вот те мысли, которые я записываю, возможно, они помогут в чем-то вам. Возможно, они вас вдохновят или тоже натуркнут на какие-то интересные размышления. И, конечно же, обязательно пишите свои комментарии, что вы об этом думаете, какие у вас возникают думы после моих дум. В общем, давайте это будет такое пробное видео. Если оно зайдет, если все будет прикольно, интересно, то мы будем продолжать эту рубрику. Просто, просто попробуем. И сегодня я хочу зачитать вам две такие маленькие записи, которые я могла бы характеризовать как, ну, можно сказать, такие две главные мысли, которые я осознала для себя вот после этого тяжелого 2022 года, после моей болезни, операции и так далее. В общем, выжила, как говорится, и на том спасибо, все хорошо, я живу, душу прекрасно. Но, естественно, вот такие тяжелые жизненные события никогда не оставляют человека без отпечатков, без шрамов. И, тем не менее, я все равно уверена, что все испытания, которые сваливаются на нашу бошку, мы можем их преодолеть, если это только не какая-то смертельная болезнь или что-то еще. Мы можем это преодолеть, если у нас достаточно внутренней силы, желания и мотивации, да. Если недостаточно, то с этим все равно, тем не менее, с этим все равно можно работать. Вот, я в этом уверена, потому что, блин, сколько всего у меня в жизни было и депрессии, и посттравматические, все возможные, как это, господи, называется, синдромы, и то, что в этом году произошло. То есть, до хрена всяких испытаний выпало, и, казалось бы, блин, не выдержу, но нет, я выдержала. И сегодня хочу зачитать вам две выдержки своего дневника. Ну, в принципе, один абзатор подополняет другой, и в этом, как бы, нет ничего супер разного. Но смотрите. Впервые я поняла, что весь мир у тебя внутри. Ничто не изменится при перестановке места обитания. Человек в силах вырастить самый пышный куст и роз, даже самый обычный серый панельки посреди пыльного многополиса. Куда бы мы ни пошли, мы всегда берем с собой себя. Я попозже сейчас прокомментирую. И второй абзац, он, как бы, вытекает из этого, но он чуть более развенутый, с аналогичным выводом. Я довольно часто ностальгирую по Костроме, словно мечтаю снова вернуться туда и ощутить себя в те незабываемые деньки. Ну, я сейчас повторю для тех, кто может быть впервые на моем канале. Где-то год-полтора назад я была в Костроме. Это один из моих самых любимых городов, с которым связано очень много приятных воспоминаний. Я поехала туда с собаками одна с целью выйти из своей депрессии. То есть у меня было такое целебное, лечебное уединение, в котором я пребывала и всячески работала над собой, искала новые смыслы жизни. Это было очень интересное, увлекательное для меня приключение. И мне действительно оно помогло. Ну и, конечно, Кострома. Это прекрасный город, где живут замечательные люди, очень душевные, открытые. И даже история, как я попала там в больницу с тем, что меня укусил клещ, совершенно не испортила мои впечатления, потому что даже врачи там оказались очень милые, ответственные и доброжелательные. Это просто классный город. Мое сердце в Костроме, это точно. Вот это для тех, кто первый раз на моем канале или просто если вы не знаете. Однако, по сути, я скучаю не по месту, а по тому состоянию счастья, в котором я тогда пребывала. И даже здесь и сейчас я имею благодатную почву для возможной будущей ностальгии. Нужно всего лишь приложить только усилий, чтобы ее вспахать. Вспахать почву, естественно. И я завершаю этот пост, эту заметку с той же фразой. Куда мы не пошли, мы всегда берем с собой себя, ибо от себя невозможно убежать. Почему я так много об этом рассуждаю? Потому что, наверное, даже до этого года, до 2022 года, я постоянно была мечущейся такой душой. Я все время думала, что очень многое зависит от места, очень многое зависит от города, от людей, которые тебя окружают. Ну, я не имею в виду родных, родственников, близких. А вот просто от общества, которое вокруг тебя находится. И я жила в многих городах, в разных квартирах. Вы наверняка помните, что я за 6 лет... Нет, даже нет. За 5 лет сменила 6 съемных квартир. По причинам, ну, не связанных, конечно, со мной, были совершенно разные обстоятельства. В том числе и с тем, что мы потеряли работу, в том, что хозяин вдруг резко решил продавать квартиру. В общем, очень много было всяких причин, абсолютно-абсолютно разных. Но для меня переезды не были каким-то стрессом. Я любила переезжать. И мне всегда казалось, что вот, следующий переезд на новое место, и я буду счастлива. Но так получалось, что действительно, ты переезжаешь, вроде как, такая легкая эйфория наступает. Ты обустраиваешь свой быт, изучаешь город, а потом, ну, как бы, ты снова остаешься сам с собой от себя. Ты никогда не убежишь сам от себя. Но, наверное, именно в этом году я поняла просто для себя очень важную и поистине для себя гениальную вещь в том, что вообще не имеет значения, в каком месте ты живешь. Потому что даже в самой старой какой-нибудь потрёпанной квартирке можно создать уют, можно навести порядок, не знаю, реально создать красивое такое комьюнити, да, красивую экологическую обстановку, где вам будет тепло, комфортно, приятно. И самое главное, чтобы вас люди окружали приятно. Это, наверное, вообще на первом месте. Да, я понимаю, что вот я, например, человек, который обожает природу, чтобы, действительно, рядом был лес, там, чистый воздух, поменьше людей. Но, тем не менее, если в душе у вас некая дисгармония, если вы не в балансе с собой, то вы даже и лес у вас будет рядом, и речка, и пансионат, не знаю, там, и ещё что-нибудь, какой-нибудь там книжный магазин у кого что, а всё равно в душе будет непорядок. То есть я вот на своей коже просто прочувствовала то, что мы сами для себя и есть тот самый уютный дом. Мы и есть то самое вместилище, обиталище себя. И если у нас внутри всё в порядке, если мы счастливы внутри себя, то мы будем распространять вот эти самые флюиды счастья и на окружающее наше пространство. Вообще вне зависимости, где мы находимся. В городе, не в городе. Потому что у каждого из нас разные какие-то свои представления об идеальном месте жительства. Это, правда, не имеет никакого значения. Я уже повторюсь ещё раз, что вот тот факт, что я живу, я просыпаюсь по утрам, я дышу воздухом, иду гулять со своими собаками утром, в любую погоду. Даже сейчас вот за окном просто дичайшая слякость. А мне по кайфу реально гулять с собаками. Просто двигаться, гулять и понимать, что ты жива. И жить только настоящим днём. Потому что сейчас, ну, мало того, что время сейчас опасное, непредсказуемое, скажем так. И иногда засыпаюсь и думаю, что проснёшься ли это завтра. И как-то все остальные мелочи и бытовые проблемы отходят на второй план. Какая-то вот эта ненужная прокрастинация. Эта вот как-то вялость, пухлость тела. Я не знаю, как это назвать. Вы знаете, вот как-то болотистая местность, которая иногда из нас может вырываться. Не знаю, насколько я вообще метафорично, красиво выражаюсь. А метафора — это мой враг. Ну, думаю, вы уловили вот эту вот главную мысль. И когда мы тратим время просто на... Мы даже не тратим время, мы его убиваем. Да, одно дело проживать свои часы, которые нам отпущены. А другое дело убивать время. Мне кажется, в этом есть некий смысл. Друзья, вот у меня были вот такие мысли. Немножко я пояснила свой абзац. Я, конечно же, не рассказала вам и пяти, наверное, процентов того, что в моей голове. И что я думаю по всему этому поводу. Потому что, ну, это такие издержки, издержки писательского труда. Ты не можешь изложить на бумаге вот реально все, ну, хотя бы, я не знаю, 50% того, что у тебя в голове. Не знаю, что для этого не хватает таланта, мозгов, может быть, каких-то писательских способностей. Ну, вот что есть, то есть. Вот, но затягивать видео на целый час мне все равно не хочется, чтобы сильно вас не утруждать. Я знаю, что не все любят длинные видео. Те, кто любят, конечно, молодцы. Вы, я по вами реально очень сильно восхищаюсь. Потому что, блин, ну, правда, не все любят. Поэтому, друзья, я задаю вам, конечно же, встречный вопрос. Все, как полагается. Вот как вы считаете, для того, чтобы быть счастливым, даже не то, чтобы быть счастливым, быть в гармонии с собой, имеет ли значение место жительства? Вот. Бывают ли у вас такие мысли, что вы думаете, вот перееду туда-то и буду счастлив. А в этом месте я не счастлив. Вот что входит в ваше понятие счастливое место жительства? Наверное, так. Конечно, очень размыто философски, но я думаю, вы меня понимаете, вы меня умные зрители. Я иногда плохо выражаю свои мысли. У меня был очень длинный перерыв, год. Поэтому я на камеру не говорила год. И поэтому прошу меня извинить, друзья. Я, конечно, желаю вам здоровья. Желаю вам уютных, спокойных, не знаю, как будто себе желаю. В общем, в первую очередь уютных, теплых и радостных новогодних праздников. Пусть будет все хорошо. Пусть вы будете здоровы, и все ваши близкие будут здоровы. И если у вас определенные запросы есть на видеоролики, тоже все пишите. Не забывайте подписываться на мой Телеграм. В последнее время я что-то прям активизировалась там и даже как-то прониклась этой платформой. Мой паблик ВКонтакте и Дзен. Ну, плюс-минус, если вы любите Дзен и читаете там. Я тоже туда, в принципе, все дублирую. Но в основном, конечно, это Телеграм. Телеграм и ВКонтакте. Все, друзья, пока-пока. Уже очень скоро увидимся в следующих роликах.